Музыка Я, наверное, как и вся моя семья, в огромном долгу перед этим человеком. Человеком с огромным сердцем, с огромной любовью, с таким уважением, относящимся к Амчедалам, помогающим. Жительница Петропавловска Александра Бармина благодарит вице-спикера Госдумы Ирина Яровую за огромную помощь, оказанной ее семье. В парламентарию женщина обращалась не раз и всегда получала положительный отклик. Впервые страшная беда в двери Барминых постучалась четыре года назад. Я знаю, что такое ад. Я знаю. Я знаю, что такое горе. Когда бежишь в реанимацию и не знаешь, придешь это к живому ребенку или к мертвому. Выпускник седьмой школы Петропавловска летом 2018 года поступил в Санкт-Петербургский вуз на военного переводчика. Мама рассказывает, что Кирилл постоянно жаловался на головные боли и с шести лет стоял на учете у невролога с эпилепсией. И вот в начале октября женщине сообщили, что сын впал в кому. Разорвали сосуды головного мозга, разрыв мальформации сосудов головного мозга. Привезли его в Всеволжскую больницу в Санкт-Петербурге, под Санкт-Петербургом. Они сделали ему КТ головного мозга, а мозг уже весь плавал в крови. Далее последовало 9 операций на мозг, трепанация черепа, 6 месяцев реанимации, месяц комы. Врачи не верили, что Кирилл выкарабкается. «Сказали, не будет ни рук, ни ног, не будет ничего, будет вегетативное состояние». Верила только мама и его пожилая бабушка, которые все это время поддерживали и ухаживали за ним. Благодаря ежедневным тренировкам по три часа в день Кирилл научился заново глотать, держать ложку и даже пару минут стоять самостоятельно. «Вы даже представить не можете. Первые движения глаз, движения улыбка, реакция на да, нет, щелчками. Это была такая победа. Нам была необходима реабилитация в Центре патологии речи и нейрохирургии в городе Москва. Попасть туда было невозможно. Мы не имели ни прописки. Они проживают с бабушкой в городе Чехов без регистрации, потому что квартира, которую мы снимаем, она находится на реализации. Поэтому как-то иначе попасть в эти центры мы не можем. Я была вынуждена выйти на Ирину Анатольевну». Когда вопрос касается жизни и здоровья человека, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая реагирует незамедлительно. Буквально через несколько дней, благодаря помощи парламентария, Кирилла Бармина удалось устроить федеральный реабилитационный центр. Курс лечения дал прекрасный результат. Врачи говорят, что в перспективе речь можно восстановить. Однако случилась еще одна беда. У бабушки, которая ухаживает за Кириллом, обнаружили онкологию. «Это было тяжело. Еще одно испытание. И когда нужно было ложиться с Кириллом в больницу для очередного процесса лечения, и когда я попыталась связаться с другими специалистами, сказали, что только за деньги. Опять нет возможности, она сюда вернуться не может, потому что за ним там ухаживать некому. И опять к Ирине Анатольевне. И она в очередной раз не оставила в беде». Парламентарий оперативно помогла и на этот раз. Ирина Яровая ускорила процесс получения направления в федеральный онкоцентр. В НИИ Блохина, 77-летней бабушке Кирилла, провели три курса химиотерапии. Рак отступил. Теперь пожилая женщина продолжает ухаживать за внуком, а мама здесь, на Камчатке, зарабатывает, так как она единственный кормилец в семье. «Вот просто не сказать спасибо ей искренне от души, от всей нашей семьи я не могла. Поэтому я, конечно, ей желаю огромного здоровья, я желаю ей терпения, я желаю ей творческих успехов, успехов в ее нелегком труде, ну и чтобы ее огромного сердца хватило еще на многих людей. Потому что слишком много людей требуется ее помощь, и ее отзывчивость, она просто до глубины души поражает, на самом деле». Ирина Яровая много лет оказывает большую помощь системе здравоохранения Камчатки. По ее инициативе налажено взаимодействие камчатских врачей с ведущими медицинскими центрами страны. Лиза Матыпов, Алексей Кузьмин, информационное агентство «Камчатка». Продолжение следует...